Видимо, такая напряженная программа, график, расписание, общение с самыми разными людьми, и с прихожанами, и с службой. Вот такое впечатление, которое я здесь уже так давно, хотя прошло почти 20 дней. Отличаются ли прихожане? Ну, вы знаете, сказать «отличается» наверное будет неправильно, но почти те же самые. Тем более, что у нас одно богослужение, одни праздники, и даже календарь один и тот же. Поэтому в этом плане совершенно нет никакого различия. Но, конечно, здесь уже есть разница. Некоторым говорю «с праздником», а они мне говорят «со святом вас». Я тогда им тоже отвечаю «со святом». А вы с дарой еще про белорусскую мову, вы сказали «будете вучить». Может, какие-то слова знаете. Я не отказываюсь, да, но сразу скажу «со святом», да, вот, как у нас добрый день, да, вот это. Вы знаете, я думаю, не волнуйтесь, я постараюсь обязательно, найдем и специалистов, которые будут нам в этом помогать. Очень важно, и я это прекрасно понимаю, очень важно, когда священник, пастырь, епископ общается с людьми на их родном языке. Ну, наверное, никто, может быть, так не расскажет, как я, потому что я за 18,5 лет, который прожил за границей, знаю, что это такое. Поэтому у меня, допустим, были особые отношения с американцами, потому что и священники, и миряне ко мне могли подойти. Вот, когда я приехал только, я с ними общался через секретаря, переводчика, а потом со временем я стал с ними общаться без переводчика, совершенно были другие отношения. Потому что они могли прийти ко мне что-то такое сокровенное рассказать, они могут постесняться секретаря или переводчика. А когда мы один на один общаемся, и на их родном языке совершенно другие отношения. Поэтому я думаю, и здесь я буду также выстраивать такие отношения. Вот, и если люди будут подходить, говорить на своей белорусской мобе, то, конечно, я буду с ними стараться отвечать на их. Поэтому буду заниматься, не волнуйтесь, найду время.